Человек – существо социальное. Мы везде и всюду хотим найти своих и объединиться с ними, почувствовать общность. Причем настолько хитро в нашей сложной голове это устроено, что любой человек в любой момент времени может быть нам и своим, и не своим одновременно. Мы можем болеть за команду Спартак, чувствовать общность с другими болельщиками Спартака и сильно не любить команду Динамо и ее фанатов. Но когда игроки из команды Динамо войдут в национальную сборную, то сразу станут для нас своими, и вместе с фанатами Динамо мы все вместе будем болеть за наших. Хотя в обоих случаях одни незнакомые нам люди гоняют по полю мяч с другими незнакомыми нам людьми. Самый комичный и одновременно пугающий пример того, насколько успешно люди делятся и находят своих по случайному признаку, это история создания фильма «Планета обезьян» 1967 года. Актеры, загримированные в горилл, шимпанзе, орангутанов и те, кто играл людей, моментально разделились на кланы. Гориллы обедали и общались с гориллами, шимпанзе с шимпанзе, а люди с людьми. Вот так вот. Все время своего существования политика строится на естественном желании человека объединиться и маркировать принадлежность к некой общности. Сначала этой общностью был клан, потом община, следом подданство и религия. Общность, возникшая в конце 18-го и к началу 20-го века ставшая доминирующей, это гражданская нация. Патриотизм, естественная производная, от желания чувствовать себя хорошим человеком. Я хороший и правильный, потому что принадлежу к хорошему и правильному народу. Живу в великой стране, наши люди самые лучшие люди, наши бегуны самые быстрые бегуны, воины наши самые сильные, инженеры самые умные, бизнесмены самые ловкие, продукты самые вкусные, ну и так далее. В принципе, как и в любой естественной человеческой потребности, в патриотизме нет ничего дурного. Развернутая в правильную сторону, идея эта вполне может послужить созидательным целям. Сделать свою страну как можно комфортнее и безопаснее, жизнь своих сограждан дольше и богаче, довести коллективными усилиями и без того великую страну до какого-то еще и небывалого величия и процветания. Но тот же патриотизм можно очень ловко развернуть в обратную сторону. От идеи сделать хорошо своим к идее уничтожить всех, кто не свои. Обратите внимание на этот парадокс. На одну и ту же потребность можно дать два противоположных ответа с разными результатами. Патриотизм неплох и нехорош, как любое наше качество. В руках политиков он может принести много пользы, но может принести и великое горе. В этом контексте сегодня давайте с вами посмотрим, что считает патриотизмом само российское государство, как оно его официально декларирует. Поговорим сегодня о нашем российском сегодняшнем патриотизме. Тут я решил специально задать себе очень четкую рамку. Все дальнейшие размышления базируются исключительно на двух источниках и ни на чем другом. Первый источник – это детский раздел сайта президента Российской Федерации. Второй – современные российские учебники и методические пособия для учителей. Благо их составляли не Дмитрий Киселев и не Владимир Соловьев, поэтому там нет ничего про то, что лгать – это хорошо, что война – это мир, а свобода – это рабство, а не знание – сила. Наоборот, в отечественных учебниках до сих пор пишут про доброту, любовь и порядочность. Правда, толку от этих слов немногим больше, чем от сталинской конституции 36-го года, которая формально была самой демократичной в мире. Реальность тогда, мягко говоря, сильно расходилась с текстом. В общем, мы специально попросили нашего сторонника в России сходить в книжный магазин и приобрести именно те издания, на которых стоит пометка «Допущено Министерством просвещения Российской Федерации». Такой штамп, значит, можно поставить и на моем сегодняшнем видео. Ну, потому что сайт президента-то уж точно допущен. Для начала давайте посмотрим, какими качествами следует обладать сегодня молодому российскому гражданину и патриоту согласно Федеральному государственному стандарту образования. Вот эти качества. Первое. Мотивированность на созидательное участие в жизни общества. Второе. Заинтересованность в благополучии и процветании своей страны. Третье. Отношение к человеку, к его правам и свободам, как к высшей ценности. Четвертое. Признание равноправия народов. Пятое. Осознание своей ответственности за страну. Перед нынешними и грядущими поколениями. Шестое. Владение навыками публичных выступлений. Седьмое. Умение определить собственное отношение к явлениям современной жизни и сформулировать свою точку зрения. Восьмое. Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям. О, как! С этим всем сложно не согласиться. И все это написано совершенно не в экстремистском каком-нибудь сайте. Значит, и не оппозиционным политикам сказано, ну, то есть, сейчас-то да, а вот в учебнике-то нет. Это все написано в государственных учебниках. Так что всякий раз, когда вас будут ругать, там, отчитывать, и уж тем более обвинять в непатриотизме из-за того, что вы сходили на оппозиционный митинг или что-то типа того, прямо ссылайтесь на эти пункты. Они взяты, опять же, не с сайта радио «Свобода заблокированного», а из современной методической разработки по обществознанию для учителей девятых классов. Вот так вот. В общем, мы выяснили, что настоящий российский патриот привержен ценностям гуманизмы и демократии, готов выступать со своим собственным мнением и хочет участвовать в жизни общества на благо своей страны. Ну, прям, в общем-то, как мы тут с вами. Но вот вопрос. А как патриоту следует относиться к другим странам? Интуитивно понятно, что патриотизм – это про любовь, а не про ненависть. Однако мы договорились, что на интуицию я, значит, полагаться не буду, а буду использовать только материалы, входящие в государственный стандарт образования. Вот несколько фраз культуролога Дмитрия Лихачева. В учебнике они длиннее, но тут немножко мы сократили. Это из программы для седьмого класса. «Любовь к своему народу несоединима с ненавистью к другим». Патриотизм – это благороднейшее из чувств. Это когда человек и весь народ как бы поднимаются над самими собой. Национализм же – это самое тяжелое из несчастья человеческого рода. Как и всякое зло, оно живет во тьме и только делает вид, что порождено любовью к своей стране. А порождено оно на самом деле злобой, ненавистью к другим народам. И к той части своего собственного народа, который не разделяет националистических взглядов. Лихачев прав. Тот, кто прикрывается патриотизмом, сеет ненависть к другим народам, в первую очередь возбуждает ненависть внутри собственного народа. Посмотрите, какой, например, чудовищный раскол в российском обществе произошел именно в этом году. Установка на враждебность к соседнему государству и соседнему народу породила вражду среди самих россиян и нанесла огромный урон нашей собственной стране. Именно поэтому тот, кто по-настоящему любит Россию, не должен ненавидеть других и тем более не имеет права взывать к такой ненависти. Существует древняя истина, ее открытия приписывают Конфуцию. Правильно назвать значит правильно понять. Народ, нация, страна, государство, государственная система, государственная власть. Эти слова имеют близкие значения, но все же это отдельные понятия. На уроках общества знания школьники определяют смысл этих понятий и учатся их различать. Однако у школьных знаний есть свойство быстро выветриваться. Это позволяет нечистым на руку спикерам смешивать разные понятия и выдавать одно за другое. Например, патриотизм часто выдают за преданность действующей власти. Как написано в первой же статье действующей Конституции Российской Федерации, Россия это демократическое государство с республиканской формой правления. Не будем обращаться сейчас к практике, но в теории правители в России приходят и уходят, а сама Россия остается. Согласно Конституции, никто из руководства страны не имеет права заявлять, государство это я. Поэтому отношение к своей стране это одно, а отношение к политикам это совсем другое. Политиков любого ранга, включая и президента, можно поддерживать или не поддерживать, одобрять или осуждать. Но это вопрос исключительно политических предпочтений. К патриотизму он попросту не имеет никакого отношения. Лучший, кстати, тому пример Александр Сергеевич Пушкин. Уж кого-кого, а его мы вряд ли сможем уличить в непатриотизме. В учебнике литературы для седьмого класса есть даже такая фраза Россия немыслима без Пушкина. Однако этот же учебник, пусть и очень деликатно, смягчая острые углы, но все же дает понять, что наше все Пушкин с императорами не соглашался и за свои взгляды не раз был наказан ссылкой. Кстати, не следует преуменьшать суровость ссылки. Многие думают, мол, тоже мне великая кара жить в своей усадьбе. Эти иллюзии сразу исчезнут, если приехать в Михайловское, особенно зимой, увидеть весьма скромный деревянный домик, а представить себе, что ты должен безвылзно торчать здесь несколько лет. Без интернета или телевизора. А Пушкин, мягко говоря, интровертом не был, и поэтому от ссылки действительно сильно страдал. Но меньшим патриотом он от этого не стал. Тот же учебник литературы описывает писателя-сатирика Михаила Салтыкова-Щедрина такими словами. Ничто не могло сломить его волю, его творческий дух, поэтому он и мешал власть имущим. Это не мои слова, это цитата из учебника, изданного в 2022 году. Составители пособия даже задают ученикам прям-таки экстремистский вопрос. Нужен ли нам Салтыков-Щедрин сегодня? И в 19 веке, и уж тем более в 21-м, совершенно нормально любить свою страну и критиковать действующую власть. Тут нет никакого противоречия. О том, что не следует смешивать понятия родина и президент, недавно хорошо высказался лидер группы ДДТ Юрий Шевчук. Но если его реплика кажется вам слишком экспрессивной, то аналогичное высказывание вы можете найти прямо на официальном сайте президента Российской Федерации, если вы туда заходите. Наверное, конечно, вы все заходите иногда на сайт президента. Так вот, там есть раздел «Президент России детям». И там так прямо написано. Любить надо не президента, любить надо родину. Важно понимать, любовь к родине, как и, собственно, любая вообще любовь, проявляться может совершенно по-разному. В нашей стране патриотизму придают в основном патетическое и военно-героическое звучание. Но такое проявление патриотизма имеет право на существование, но при условии, что оно не единственное. В том же учебнике литературы для семиклассников на примере стихотворения Николая Рубцова «Тихая моя родина» показано, что любовь к родной земле оказывается может быть тихой и простой, без эмоциональных всплесков и восторгов. А в детском разделе президентского сайта нашего любимого есть целый подраздел об оппозиции. Там подробно говорится о том, как много пользы своей стране приносят люди, которые критикуют власть, указывают на ее злоупотребление и ошибки, поднимают шумиху в независимых СМИ. И обо всем об этом написано, как о способе оздоровить государство. Не на протестном ресурсе написано, а на официальном сайте президента России. Я вот очень люблю Россию. И именно поэтому регулярно критикую наше государство, чтобы оно становилось лучше. С этой же целью, чтобы сделать Россию лучше, я избирался сам и проводил избирательные кампании для других людей, разделяющих гуманистические и демократические ценности. В общем, как оказалось, я всегда старался соответствовать как раз тем самым критериям российского патриота, которые перечислены в учебниках. Любите Россию и вы. Проявляйте любовь по-разному. И на словах, и в конкретных делах. Интересуйтесь общественной жизнью. Участвуйте в политике. Критикуйте свою страну. Если вы учащийся, надеюсь, вам это было интересно. А если вы учитель, и я по комментариям к прошлому видео видел, что есть учителя, то, может быть, вы найдете возможность прислать это видео своим ученикам. А когда начнется учебный год, может быть, и показать прямо на уроке. Я видел, что некоторые мои видео исторические показывают на уроках истории. Это видео, в общем-то, тоже можно смело показывать в классе. Ну, я думаю, вам, конечно, виднее, как вам в вашей школе и в вашем классе показывать подобное видео. Но мне кажется, почему бы и нет. Я специально сделал это видео достаточно коротким. И в нем нет ни единого слова, которое противоречило бы государственной программе. Завершим сегодня кратким разговором про музыканта. Я много раз говорил здесь. Я слушаю группу ДДТ. И ее лидер, Юрий Шевчук, для меня является прям образцом патриота. Его редко увидишь по телевизору. В телевидении у нас заняли патриоты в кавычках, которые годами сеют вражду и ненависть. Они обращаются к самому плохому, что есть в человеке, выдают пороки за добродетели, да еще и призывают ими гордиться. Отравляют общество и наносят огромный ущерб всей стране. Казалось бы, от одних только интонаций наших пропагандистов человека должно передергивать. Однако за многие годы они успели приучить своих зрителей к тому, что язык ненависти это якобы норма. И понятно, что с такими нормами Россию светлое будущее не ждет. Но служители пропаганды живут сегодняшним днем. Им нет дела ни до России, ни до будущего. А вот Шевчук делает совсем не так. У меня про него есть отдельный ролик. Посмотрите. Тут кратко скажу. По моему мнению, он как раз носитель тех самых настоящих патриотических, гуманистических ценностей, который выбрал сложный путь обращаться ко всему самому светлому, что есть в человеке. Даже если бы он делал это только через свои концерты, то уже был бы образцом для многих. Однако и за пределами сцены Юрий Шевчук живет жизнью своей страны. Он громко участвовал в протестных акциях и тихо занимается благотворительностью. И каждый раз говорит то, что думает. Так что сегодняшний ролик давайте завершим как раз песней Шевчука. Это не самая известная его песня, но она давно мне нравится. И я думаю, что она отлично подошла бы, как такой наш патриотический гимн. В настоящем патриотическом гимне должно говориться не только о славных победах, но и об испытаниях. Вот тут все это есть. Так что давайте послушаем Шевчука и до завтра. Куликовскую битву закончил, делом своим закрыл. В моем я татарская камча, до Днепр-казацких жил. Я потомок стрелы, мама, я. Я наследник оселеца. В национальности стою, кормит Бог с моего лица. Эй, россияне, татары, чуваши, евреи и кумыки, Что нам рядится, когда наши степи свободой омыты. Хватит на всех весеннего солнца, А зимого хлеба. На всех одно время Медовая память о синее небо. Я из битвы рожден кровавой Расстоянием между клинков. Был пожаром над дальней заставой, Выло степь от моих подков. Пела мне в бараке с Атарином Интернационал Колыма Между горцем сидел и волжанином, Вместе с ними сходил с ума. Эй, россияне, войнахи, Морийцы и вемки башкиры, Что нам рядится, когда наша степя В пустынь до Пальмиры. Хватит на всех весеннего солнца, А зимого хлеба. На всех одно время Медовая память о синее небо. Куликовскую битву окончил, Амбразуру с собой закрыл, Стал я интеллигентней и тоньше, Говорю, я ротам кызыл. Эту песню за дух россиянина Я на ста языках спою, Выбираю инопланетянина Президентом в нашу семью. Эй, россияне, славяне, Лезгины, буряты, калмыки, Что нам рядится, когда наши души Дождями омыты. Хватит на всех весеннего солнца, А зимого хлеба. Будто Аллах Иисус, Все россияне на всех одно небо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова